Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас я буду делать опрыскивание томатов в теплице раствором бурной кислоты и зеленки. В предыдущем видео я уже рассказала о пользе бора, о том как я делала, готовила этот раствор. Для чего я это делаю? Опрыскиваю. Обычно многие опрыскивают для того, чтобы было много завязей, но у меня этой проблемы нет. Просто у нас очень долго шли дожди, не было солнца. И томаты, как мне кажется, все равно они угнетены такой погодой, им не хватает всего этого. И вот для того, чтобы поддержать, повысить их иммунитет, я делаю это профилактическое опрыскивание. Когда я вчера снимала видео, почему осыпаются цветки томатов, я назвала недостаток бора одной из самых, ну одной из главных причин появления пустоцветов и вообще вот такого, как немножко замедленного развития томатов. Я повторюсь, для тех, кто не видел первый предыдущий ролик, где я рассказываю подробно о пользе бора, я расскажу, что бор это незаменимый элемент, особенно сейчас, вот когда завязываются плоды, он очень нужен. Мы обычно калий, фосфор, азот всегда вносим, пробор мы забываем, в почве его бывает очень мало, он в почве не сохраняется, поэтому его нужно как-то растениям давать искусственно. Вот сейчас я буду опрыскивать его. В итоге повысится урожайность, не будет пустоцветов, растения окрепнут. Вот, если верхушки листьев крутятся у вас, они у вас должны расправиться, это поможет растению. И вот для этого я делаю, я, первый ролик был очень длинный, я все подробно рассказала, сейчас я просто расскажу, как опрыскиваю, ничего сложного нет. Тот же самый принцип, не более трех обработок за сезон, в фазе бутонизации, в фазе цветения и потом по плодам, но я вот в фазе бутонизации уже упустила, потому что я когда высаживала, они были уже половина цветущие, ничего я не обрабатывала, обрабатываю первый раз. Напомню только, что обязательно при обработке соблюдайте правила, или утром, или вечером, нельзя на ярком солнце. Все, сейчас буду опрыскивать, повышать иммунитет. Раствор сделала по рецепту 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Но, так как 10 литров воды вот дается рецепт, он никогда не нужен. Я вам хочу сразу сказать, если вам обработать всего одну теплицу, 10 литров воды вам не нужно. Я делаю всегда меньше в два раза, 5 литров, и добавляю всего 1 грамм борной кислоты и 2-3 капли зеленки. Зеленка для профилактики фитофторы. Кто смотрит все мои видео по порядку, уже поняли, что в каждую подкормку и корневую, и листовую, я добавляю какой-нибудь антисептик, или иод, или зеленку, чтобы растениям, ну как, предохранить их от заболевания. Все, я вот в жука раствор, вчера я вам показывала, как я делала, в жука раствор поместила, и теперь мне остается только все растения с самого низа. Раз мы дезинфектор туда добавили, нужно и стебли, и листья, и плоды. Все растения обрабатываем сплошную. Все, вот такие капельки, которые останутся, листья сейчас, ну как, будет контакт с листом, растение возьмет в себя бор, а зеленка немножко продезинфицирует наши листья, наши стволики. Все, вот эта простейшая обработка бором с зеленкой, профилактическая, для оздоровления, для того, чтобы растения, я в предыдущем ролике говорила, что и плоды будут крупнее, вкуснее, растения будут здоровее, и меньше у них будет шансов заболеть фитофторой. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, обработка томатов бором.